ребят всем привет маленькая такая ремарка к этим комментариям что оставляли под видео к этой шайтан коробки смотрите да кстати оказывается когда у него нормальное положение то амперметр вовсе не клинит и работает как надо это раз а нормальное положение вот сверху ручка так что все нормально ему добавил уголков как видите и теперь можно таскать ничего не распадается но это все лирика смысл том взял специально нормальную батарею свою которую использую когда зимой отключает свет для того чтобы продолжать ремонт мастерской чтобы не терять времени так вот сейчас меня аккумулятор заряжен показывает значение 13 9 десятых вольта это у нас амперметр сейчас ток 0 ампер потому что выведено все на минимум смотрите что будет с аккумулятором если мы на максимум увалим ток даем максимум смотрим так напряжение растет конечно же ток смотрите какой ток 1 и 8 ампера это первый момент то есть ток уже на заряженный аккумулятор если навалить по максимуму он не будет каким-то катастрофическим это раз второй момент если вы слышите хотя бы например вот дали пол ампера по прибору посмотрели что вы дали пол ампера не по этому прибору а по этому прибору наклонились и слушаете сейчас я вам рукой так подставлю давайте жижалку эту уберу слушайте слышите он так характерно кипит то есть если даже при пол ампере он кипит значит суп из аккумулятора готов и пора его отключать от зарядки и никакого вам даже вольтметра не надо чтобы это понять но но тем более сейчас большинство батарей делается с вот таким вот окошком видели сравнили окей все готово если вы не дозарядили там пару ампер часов ничего страшного с ними случится или случится пишите в комментариях касательно нашего напряжения сейчас у меня стабилизатор выкорочен напрямую вот наше максимальное напряжение это при том что я нахожусь практически возле подстанции посмотрите 220 так так по праздниках это сейчас будем день так в основном 215 вольт большего напряжения у нас не бывает вот такое это в основном напряжение не знаю как только что каким чудом по закону подлости до 220 подскочила посмотрите вот и 210 и сейчас и 200 может быть а есть у меня такие места поселке на же ж не одна подстанция их по моим четыре либо пять где и вовсе выше чем 160 170 вольт не бывает так что вот этим вот девайсом вы сильно не ухрюкаете этот аккумулятор ну дурак он и хрен хрустальный ухрюкает без вопросов в этом дурак спец поэтому если вы приравниваете себя такому человеку ну тогда да но даже вот этому человеку я делаю да он любит бухать там но я не скажу что он ему совсем какой-то там глупый человек который проработал всю жизнь водителем не думаю что он не понимает как заряжать автомобильную батареи касательно других типов зарядок ну вот лабораторник он же зарядник до 5 ампер ну для этой батареи для мотоциклетной 6 вольтовой даже батареи подойдет запросто ток ограничения напряжение грубо напряжение плавно токи напряжение индикатор включаем сзади выключатель отверстие для вентиляции вот такого типа я делал девайсы но они дороговаты тем более я еще тогда зимой прошлый покупал эти блоки питания эти модули они конечно обходились тогда раза в два дороже чем сейчас где же эти я блоки подевал ну в общем есть у меня эти блоки чтобы еще изготовить но блок питания там идет 24 вольтовый на 6 ампер хотя на самом деле вижу обозначение что там 4 ампера но он действительно 6 ампер дает но греется 5 ампер он нормально дает и не критично греется то есть 5 ампер из него можно брать так вот этот блок питания там по моему 300 гривен стоил модуль на excel 40 16 стоил 200 гривен то есть 500 гривен плюс еще там некоторые доработки нужно сделать плюс корпус найти плюс еще вот этот индикатор нужно купить его переделать это еще там 100 гривен там корпус если покупать готовый еще 100 гривен и так оно получится ну да блок понадежнее чем китайский купить но тогда лучше действительно купить за 500 гривен китайский блок и заряжать им но что с тем китайским блоком не так пока он работает им можно пользоваться когда он сгорел ремонтировать там нечего ребят там выгорает все и лучше идти сразу покупать новый вот касательно комментариев потому зарядник ну а как раз колья уже взялся за дело сейчас покажу внутренности этого блока я что-то хотел снять да так прошлую зиму не получилось снять а почему я хочу разобрать не столь чтобы рассказать вам а вот видите диоды здесь и здесь висит встречный диод то я забыл схема своих блоков питания поставить а это очень важно когда вы питаете скажем электродвигатель от этого блока даже электродвигатель совсем по-иному себя ведет не говоря о том что выбросы эти идут вам схему неизвестно сколько элементы выходные проживут стены выбросами поэтому диод нужно ставить ну нужно его поставить среди на то он занимает у меня свободное отверстие для щупа она иногда нужно тогда вот этот блок питания на 24 вольта по маркировке видно что на 4 ампера хотя продавцами заявлено что он на 6 ампер изначально его нужно пропаять пайка там конечно плохая тут уже и считается у нас нужно нормально феррит этот заклеить работа с этим блоком должна вас кипеть так на все заклеил заклеил с помощью такого вот клея я удивлен был но он действительно работает и работает действительно отлично возможно не пять секунд там где-то секунд 15 наверняка так держишь и я пробовал просто подержать клей этот и посветить ультрафиолетовым светодиодом и действительно он стает твердым все заклеивается намертво особенно классно для прозрачных вещей пластиковых но тем не менее даже вот трансформатор вот только что буквально минуту назад я заклеил и все супер держится все здесь уже ничего не болтается блок готов к работе видите какая-то такая какаха припойная в общем после покупки нужно над ним поработать а вот модуль xl-4016 здесь нужно сделать некие доработки тоже так сразу его поставить нельзя почему потому что по моим при выведении резистора в крайнее левое положение то есть при минимальном выходном напряжении у нас не работает ограничение потоку и ток обычно там 17 ампер ну сколько может выдать ваш блог но обычно у меня почему-то 17 ампер тюжит на выход такой прикол при одном вольте там что ли уже точно не помню ну я помню делал и где-то даже у себя отмечал давайте разберем эти девайсы вот такое содержимое внутри тумблер питания электролитический конденсатор дополнительный дроссель зачем этот дроссель чтобы создать фильтр чтобы здесь был минимум пульсации потому что если этот фильтр не сделать то вас такие личные на некоторых режимах пульсации появляется а поскольку это меня не только зарядник но и лабораторник поэтому приходится бороться с помощью фильтра с этими пульсациями тут еще у меня диоды шутки добавлены резисторы корректирующие чтобы у меня точно регулировка была и собственно модуль блока питания то что я вам только что показывал wx 1024 12 и модуль xl 4016 ну и плюс модуль десен виси 288 на 10 ампер и 100 вольт по моим точность этого показометра такая весьма сомнительно даже после того как вы поставите свои шунты подрегулируйте резисторы ну так я кстати показывал по видео я делал вот этот блок какая у него точность аналогичная точность конечно же здесь но логическим завершением нашего видео будет ремонт модуля товарища который мне эти модули подарил он купил эти модули проверял их на исправность подал напряжение порядка 12 вольт на вход и начал крутить этот резистор в одно и другое крайнее положение и в одном из крайних положений вышел волшебный дымок шим контроллера этого я говорил что оригинал должен быть by 628 вот и их приобрел и сейчас запаяем подадим 12 вольт от этого блока и закрутим положение этого регулятора крайнее левое и крайнее правое положение ну пожалуй есть начальное условие 12 вольт все как положено знаю находится ли в крайнем положении либо нет сейчас мы будем крутить и все узнаем так крутим сначала до упора право то есть за часовой стрелкой так докрутили резистор щелкает напряжение не подымалась перты упора влево и м б и я только что посмотрел на другой плате вот такая вот маркировка должна быть на неисправных шимах на глючных шимах так кручу влево но что-то пока никаких изменений нет возможно я купил битые какие-то шимы уже подустал крутить а толку 0 прикольно насколько же это может продолжаться непонятно сколько он может крутиться в эту сторону и и почему при этом нет никакого напряжения давайте уменьшим посмотрим нет он дает что на входе той на выходе интересный случай итак у нас попытка номер два выставляем 12 вольт и крутим в крайнее положение сейчас у нас мультиметре тоже 12 вольт крутим сначала право по часовой стрелке до щелчков ничего не меняется главное не зарядить отверткой прямо в схему чтобы не сжечь ее иначе мы так и не узнаем работала наша схема или нет но я обнаружил что у меня был один не пропай то место где выгорела дорожка вместе с ножкой контроллера все пошли щелчки ничего у нас не изменилось но я уверен что все таки у нас все должно заработать когда мы будем крутить в обратную сторону мухи такие кусючие стали на осень и так много что прям спасения нет о посмотрите за шкал уже пошел ставим на 200 вольт видим 21 вольт 29 ух как резко резистор конечно здесь такой так и щелчки даже резистор стал издавать что самое странное 31 вольт давайте выставим 9 вольт так по чуть-чуть крутим вот здесь и все нормально меняется ставим 9 вольт при этом конечно нужно уменьшить потому что у нас входное больше чем 9 вольт давайте уменьшим до значения 4 вольта значение литий-ионной батареи вот 4 вольта имеем 9 и 9 вольта на выходе корректируем более точно все порядок этот модуль отремонтирован отремонтирован он благодаря второму модулю второго модуля я еще позаимствовал диода шотки шмотки и вот кстати вот этот контроллер то что идет брачной эмби вот он здесь стоит и благодаря этой платки я увидел где у нас ключ находится ключ возле резистора со стороны резистора видел куда идет эта дорожка которая выгорела вместе с ножкой контроллера ну давайте запаяем и здесь уже найдем такого диода шутки и восстановим эту плату здесь что-то многовато не хватало видать плата пошла на донорство не было дросселя дроссель пришлось взять с тюнера т2 тоже с донора не было диода с 34 диода шотки на 40 вольт 3 ампера все нашел и все запустилось быть может кто-то задаст не совсем умный вопрос не хочу обижать да ладно скажу глупый зачем это тебе если она стоит копейки а зачем вообще радиолюбительством заниматься потому что это интересно мне это нравится ну и по ходу жизни еще вот эту оживил плату была нам без шима сейчас еще и и протестируем ну и как бы все ну и это все как бы самая простая была плата все было готовы только запаять шим без шестьсот двадцать восемь он же мт-3608 да ну и самое главное к чему это вот зачем я показал там есть некоторые специалисты они постоянно что-то на ходу выдумывают какую-то отсебятину и начинают писать с умным видом чтобы как бы утвердиться вот я знаю а ты не знаешь я сильно скрипач ты слабый скрипач и там писали некоторые писаки что не должно напрямую на ножку от этого делителя от переменного резистора поступать не должно напрямую максимальное напряжение идти идет она я ставлю в одно крайнее положение в другое положение ползунка и все работает ничего не горит ребята хватит писать от себя тины пишите от меня тину на этом все до новых встреч пока пока думаю юмор заценили а и Субтитры создавал DimaTorzok